Сто процентов бюллетеней еще не подсчитано, но понятно, что Молдову ждет второй тур президентских выборов. В жесточайшей схватке 13 ноября сойдутся Игорь Дадон и Майя Санду. Каждый из них утверждает, что уверен в своих силах. Оба говорят, что готовы драться до конца. Ведь по их словам, сегодня на кону судьба страны. Самый лучший вопрос, а в каком лидере нуждается сама Молдова? Кто выражает наши чаяния и надежды? Кто даст нам шанс на лучшую жизнь? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. Я представляю вам гостей сегодняшней студии. Как вы понимаете, эти люди на сегодняшний день представляют разные политические силы. Владимир Цуркан, представляющий партию социалистов Республики Молдова, поддерживающий Игоря Дадона. Добрый вечер. И Кирилл Лучинский, либерал-демократическая партия. Конечно, мы знаем, что эта партия поддержала Майю Санду. Давайте так начнем сначала. Почему вы считаете, что страна нуждается именно в вашем лидере? Владимир Иванович, почему? Дело в том, что, собственно говоря, все те основные положения программы Игоря Дадона, которые уже достаточно известны абсолютному большинству жителей, избирателей Республики Молдова, они сводятся к тому, чтобы реально, действительно заняться проблемой свержения власти олигархов и доведения до конца расследования Дела Миллиарда. Это программа государственника, поскольку выступает за то, чтобы Молдова стала действительно независимым, самостоятельным государством, государством сильным социально, и ни в коем мере ни о каких объединениях и присоединениях в данном случае речи быть не может. Ну и еще один момент, который мало кто об этом говорит, но мы все-таки должны помнить и знать, и жизнь, к сожалению, вносит коррективы в духовность нашей жизни, в основу духовности. И поэтому один из пунктов программы Игоря Дадона – это в том числе и проблема защиты христианских ценностей, их поддержания и сохранения. Тот факт, что эта программа исходит из чаяния народов, тот факт, что она основана именно на этом, и имеется серьезная, надежная, сильная команда, которая может реализовать все эти положения. И говорит, собственно говоря, об этом говорит и сам результат. Большинство практически на уровне победы в первом туре, чуть-чуть, как говорят, не хватило процента с небольшим. Население поддержало эту программу, и мы поэтому считаем, что именно эта команда, именно эта программа, именно этот кандидат и заслуживает победы и победит. Спасибо. Кирилл Петрович, вам слово. Ну, я думаю, что это не является какими-то дебатами прелекторальными, поэтому мы... Нет, это не дебаты, дебаты, когда четко время, знаете, вот нет возможности поспорить. А сегодня я вам такую возможность предоставлю. Я хотел бы просто напомнить, что... Разметка такая. Да. Я хотел бы просто напомнить, что у нас за четыре предыдущих года институт президента практически был выбит полностью из политической активности, жизни. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, очень важно, чтобы этот институт вернуть непосредственно в эту деятельность, и чтобы этот институт власти сегодня полностью представлял всю республику. Вы сказали, что мы, Владимир Иванович, представляем разные политические партии, но поверьте мне, что мы представляем одну и ту же страну и представляем один и тот же народ. Поэтому в этом аспекте, безусловно, Майя Санду, и уже высказалась несколько раз, она не разделяет людей на левые силы, на правые силы. Она сегодня является лидером именно антиолигархического, единым кандидатом. Поэтому сегодня она предлагает роль президента именно в том, чтобы начать борьбу, реальную борьбу, для того, чтобы изменить тот режим, с которым мы сегодня живем. Режим абсолютно аллигархический, абсолютно лишен всякой перспективы в нашей стране, и, соответственно, граждане этой республики, нашей республики, нашей страны, лишены тоже перспективы в этой стране. Поэтому статистика, когда мы говорим о том, что каждый день по 106, а я думаю, что уже и больше, человек покидают нашу страну, это трагическая статистика. Поэтому для того, чтобы ее остановить, для того, чтобы люди опять поверили в том, что у них есть будущее в нашей стране, для этого, безусловно, нужен президент, который ни разу, никогда не был знаком, никогда не общался, никогда не обсуждал никаких тем, и, поверьте мне, не будет никогда обсуждать никаких тем с лидерами демократической партии, ну, в частности, с Владимиром Плохотнюком. Поэтому я абсолютно уверен, у меня была возможность убедиться в честности, в нравственности и полной индифферентности Майи Санду к деньгам, к каким-то, так сказать, богатствам или каким-то комфорту даже. Она достаточно аскетичный человек, поэтому я думаю, что она абсолютно подходит на эту должность. Если хотите такую некую аллегорию, то это такой маленький алмаз, который, а вы знаете, алмаз настолько крепок, что невозможно раздробить даже молотом. Поэтому, думаю, что Майя Санду доказала то, что она действительно очень принципиальный политик, поэтому я думаю, что она будет защищать именно каждого гражданина интересы государственные, а не какой-либо партии. Я благодарю вас за ответы. Исходя из ваших слов, прежде всего, Кирилл Петрович, наверное, будет мой следующий вопрос, потому что как раз всю предвыборную кампанию, и я думаю, что это обострится и во втором туре, народ для себя должен был решить, кто из этих кандидатов является действительно антиолигархическим. И вопрос ставили ребром, что называется, как кандидат в президенты, будь то Игорь Дадон или Майя Санду, как они будут сотрудничать с действующей властью. И вот тут наши кандидаты, к счастью, начали какие-то свои версии давать. Вот смотрите, если раньше и сейчас Игорь Дадон говорит, что распуск парламента, никакого сотрудничества, то есть выступают за эти вещи так, то Майя Санду буквально вчера как-то интересно ответила на этот вопрос по поводу действующей власти. Она перестала говорить о досрочных выборах. Она сказала, что будут сотрудничать с действующими властями только в том случае, если они будут продвигать правильные идеи. Когда они будут принимать законы, в которых нуждается Молдова, то очевидно, что я буду поддерживать эти законы. То есть я не услышала то, за что ратовал господин Настасы. За распуск парламента, за досрочные выборы. Как вы это поясните? Давайте начнем с того, что сегодняшняя оппозиция, фракция социалистов, я не думаю, что должна говорить о будущем каком-то сотрудничестве с нынешней властью. У нас есть несколько примеров, когда она уже на этом этапе, будучи оппозиционером, посотрудничала с нынешней властью. Я могу сказать, что это два закона, которые совершенно четко знают. Это перевод чиня антикоррупционного департамента в подчинение парламента обратное возвращение. И второе, это, безусловно, инициатива, которую выступила сама фракция социалистов по изменению закону кодекса телерадиовещания, через которую, грубо говоря, укрепили позиции монополии на рынке телевизионных. Все оба закона абсолютно в той или иной степени были выгодной демократической партией, которая сегодня практически единолично руководит страной. То, что касается Майи Санду, в будущем... Да, вот как такая перемена могла произойти? Во-первых, я думаю, что никаких перемен нет. Цель, безусловно, она как была, она и существует, и в дальнейшем. Это досрочные выборы, безусловно. Но досрочные выборы основываются на определенных каких-то правилах. То есть существует Конституция, существуют определенные условия для того, чтобы проводить досрочные выборы. Поэтому, безусловно, к ним надо идти. Эти условия могут возникнуть через месяц, могут возникнуть через пять месяцев. Поэтому, безусловно, это определенный процесс. За это время, безусловно, будут вырабатываться предложения, какие-то законопроекты, кто-то будет их предлагать. Безусловно, если эти законопроекты будут носить, еще раз, будут носить такую гражданскую направленность по защите интересов и продвижению интересов граждан, это одно. Если нет, нет. Я понимаю, о чем говорит Майя Санду. Майя Санду не верит в то, что нынешняя власть вообще может сегодня приходить законопроектами, которые исключительно направлены на то, чтобы наши граждане, наша страна развивалась. Тогда зачем она выступила сегодня с инициативой принятия законов, если она не верит? Зачем тогда предлагать то, во что не веришь? Я сейчас говорю о студентах. Я думаю, что это очень хорошая проверка, еще раз, всего парламента на то, мы вообще люди рациональные, разумные или нет. Мы понимаем, что происходит в стране или не происходит. Владимир Иванович, как Вы можете пояснить такое изменение? В начале все-таки я отвечу на несколько таких вопросов или, я не знаю, там, камешков, которые были брошены в адрес социалистов. Во-первых, то, что касается переподчинения Центра по борьбе с коррупцией, это была одна из наших попыток для того, чтобы хоть какой-то контроль установить на деятельность этого меча в руках олигархов. До этого он был в подчинении правительства, где наших представителей вообще нет. А в парламенте все-таки есть фракция, 24 человека. И каждый раз, когда мы, кстати говоря, выдвигали инициативу о том, чтобы заслушать директора Центра по борьбе с коррупцией, именно либерал-демократы и остальное правивающее большинство не поддерживали эту инициативу. Теперь, что касается аудиовизуала, там вообще ситуация перековеркана, поскольку, кроме того, что была эта инициатива, есть еще закон о собственности, освещенный Конституцией. И там, как бы мы ни хотели, но поскольку есть право собственности, поэтому определенный период времени... Но мы заявили о том, что вот эти вещи больше недопустимы. Если бы этого тоже не было, это бы все продолжалось бы и дальше. Теперь в отношении того, насколько и кто и как будет сотрудничать с Министерством власти. Мы действительно, наша позиция совершенно четкая и ясная. Мы считаем, что с этим правящим большинством просто невозможно никакое сотрудничество. То есть вы жестче выступаете. Оно является абсолютно антинародным. И единственная возможность для того, чтобы народ наконец-то освободился от этого большинства правящего олигархического, необходимо свергнуть эту власть. Свергнуть путь через то, чтобы спровоцировать, а прямо, буду называть вещи своими именами, досрочные выборы. Не смотреть, какие там законы будут приниматься, не приниматься, как предлагает Майя Санду, а как там все будет развиваться ситуация. Это все называется та самая трясина или болото, куда она пытается затянуть нашу страну и дальше в угоду олигархам. Но в то же время, говоря об ее индифферентности, значит, по отношению к деньгам и так далее, и так далее, о том, что это алмазик, кто-то там даже ее пытается назвать чуть ли не Жанной Дарк, я хочу сказать, что эта Жанна Дарк, в кавычках, абсолютно спокойно, абсолютно индифферентно проявила свою крепость алмазную, спрятавшись в раковину, когда голосовалась за то, чтобы покрыть кражу этого миллиарда в составе правительства Лянка. Она же голосовала за то, чтобы передать фактически в собственность, а не в концессию, а в собственность Кишиневский аэропорт. Она же даже не пыталась стать рядом с протестующими против этой олигархической власти зимой этого года. Но где-то там кто-то ее заметил на задворках многотысячной толпы людей, но ничего абсолютно с ее стороны не было предпринято. То есть это такой, знаете, виртуальный алмазик, который пытается предстать сейчас перед народом такой беленькой и пушистенькой. А фактически мы прекрасно понимаем, что это орудие совершенно в руках другой, третьей силы, которая пытается, прозападная, я имею в виду заокеанской силы, и для кого это не секрет, что она является продуктом Вашингтона, для того, чтобы установить власть, контроль полный над Молдовой со стороны Соединенных Штатов. Я тоже сейчас заострю вопрос вам по поводу упреков усатовцев. Вот они писали, что мы просим, чтобы сказали, что Дадон немедленно готов распустить парламент. Вы читали такое, да? Были такие вот упреки. Да, да, есть такие. То есть здесь позиция тоже понятна. А вы как? Я отвечу... Нет, нет, наша позиция непонятна. Сейчас я вернусь к этому вопросу. А вы вернете к этому вопросу? У нас есть абсолютно четкая программа действий по поводу этого. Я, кстати, во время дебатов с господином Чебошенко, у меня была такая как-то встреча, не помню, по-моему, в Камрате мы с ним вместе были в эфире. Я тогда сказал, что Дмитрий, я вам просто рекомендую перенять у нас, вот как пошагово этот вопрос очень быстро можно решить. Ведь речь-то идет о том, что президенты избраны всем народом, конечно же, имеют совершенно другие политические полномочия, чем президенты избраны большинством парламента. И при этом, учитывая, что в Конституции указано четко, в статье 2, что власть в Республике Молдова принадлежит именно народу, для того, чтобы распустить парламент, не обязательно руководствоваться только теми статьями, которые регламентируют формальную сторону, не формирование правительства, не избрание президента в парламенте, что уже само по себе отпало. А есть другое, когда президент просто-напросто воспользуется своим правом референдума инициирования, обратится к народу и скажет, вот смотрите, вот что делает этот парламент, вот такие-то антизаконные, антинародные законы уже были приняты, вот такую-то инициативу мою они отвергли, поэтому я обращаюсь к вам с вопросом, этот парламент распустить или нет. И таким образом, имея мандат от народа, и имея поручение народа, он издает этот указ, этот указ будет абсолютно конституционно. Вы хотели что-то добавить по этому вопросу? Тогда у меня будет к вам, секундочку, тогда у меня будет к вам просьба более кратко отвечать на вопросы, если вы хотите возвращаться к ним. Владимир Иванович просто расширил немножко, так сказать, список подозрений или даже обвинений. Я вам хочу сказать, вот вы говорите, что господин Дадон выходит здесь с православием, но одно из самых больших, один из самых больших грехов православия – это лжесвидетельство. Все, чем занимается на сегодняшний день Дадон в последние две недели, как минимум, это называется лжесвидетельство, потому что сумасшедшая, абсолютно фантастическая, я бы даже сказал, ложь, которая льется постоянно. Насчет 30 тысяч сирийцев, которые должны сюда прийти. И, Владимир Иванович, вы говорите по поводу американцев. Какие факты вы можете предложить? Я могу, например, сейчас факты, например, расширить по поводу сотрудничества господина Дадона, например, с господином Плохотнюком. Вы говорите постоянно, это манера постоянно, и его тоже. Я не могу понять. Вы когда говорите во множественном число олигархии, вы кого считаете сегодня в республике Молдога олигархами? А называют фамилии Плохотнюк, Цопы, нет? Не, в Молдове всего. Более того, именно Дадон и предложил, для того, чтобы снять все эти вопросы, все эти лжеобвинения, он и предложил, господа, участвующие в президентском марафоне, давайте все подпишем обязательства, возьмем на себя обязательства, те, кто говорит, что действительно они являются антиолигархами, что не собираются никакой сотрудничества с господином Плохотнюком вступать. И подписал, и показал это всем. Подпишите, что ответила мая. Я не собираюсь еще подобного подписывать. Это называется шмекерея. В Минском это называется очень, как называется по-русски, хитрость такая, знаете? Когда ты, например, говоришь только о первом пункте, о том, где написано по поводу Плохотнюка, а на самом деле эта бумага содержит... Более такой негативный оттенок. Да, так это и есть. Это хитрость. Это примерно то же самое, но вопрос в том, что смекерея это то, что делается под покровом. А в данном случае это публично было открыто. Нет, под покровом, потому что вы говорите только о первом пункте, а там 5 пунктов или 4 пункта. Вы зачитайте все пункты, чтобы все знали, чем пришли. А читаете? Читаете, они все опубликованы. Это ваша бумага, неужели мы читать. Я прочитал, я увидел. Ну, секундочку, я не хочу об этом говорить. Еще раз говорю о лжи, которая идет. Во-первых, по поводу американцев, что это проект американцев и так далее. Я хочу спросить вас, вы вообще видели где-нибудь проект американцев, фонд избирательный, который бы составлял около 20 тысяч долларов? Какая помощь? Вы видели какой-то американский проект, где кандидат в президенты не поехал ни разу в Соединенные Штаты, не встретился ни с одним конгрессменом, не встретился ни с кем, никакой помощи абсолютно не было обеспечено. Объясните мне. Кирилл, у меня есть ответ. Объясните мне. Моментом. Господин Анастасий с платформы выходили на улицы, протестовали. И для того, чтобы, наоборот, снизить протестное настроение, появился там господин Дадон. Поэтому это наше мнение. Мы поняли, я призываю вас быть более краткими, пожалуйста. Сразу же, первое, господин Дадон, по просьбе Анастасия, они встретились и определились о совместных действиях и вместе с УСАДом. То есть все эти протестные реальные действия, которые были по-серьезному, они были в январе месяце совместно. Кстати говоря, мая не была ни осенью, ни в палатках, ни на площади. Это первое. Второе. Что касается американского проекта, Кирилл, ну вы где-нибудь видели хоть когда-нибудь американский проект за рубежом, когда он был засвечен огромными цифрами? Конечно. Нигде. Конечно. Нигде. Подождите. Пример. Майдан приезжал. Ну, приезжали все, выходили на сцену, говорили о том, что надо. Я говорю про фонды. Еще раз говорю. Не было никакого. Не было. Потому что все эти средства, они знают, кого и как вкладывать. Второе. Внешне это видно. Вы скажи же мне, пожалуйста. Видно количество людей. А как понять? А как понять? Внешне это видно по ленточкам. Зачем-то вот вы тоже желтые, как на Майдане, ленточки решили поцепить. Ну, это же технология. Это не оранжевые, а желтые. Это разное. Ну, они просто там выцвели, сейчас уже стали желтые. Нет, не правда. Вы оба сейчас не правы, я поясню. Потому что желтые ленточки были как раз на последнем Майдане, тогда, когда была госпожа Чубашенко. А желтые ленточки себе на руки и тетушки цепляли. Да, и те, которые, извините, по толпе стреляли. Ну, это просто, они решили шаблон на вашу... Это вкусовщина, да. Вы знаете, мне напоминаете, когда мы в парламе заходили, у кого-то, например, галстук был немножко зеленоватый, все смотрели, о, что с тобой там? Или у кого-то красноватый. Кирилл Петрович, есть уже символы геополитики. Вы должны со мной согласиться. К сожалению, мы являемся стереотипом, жертвами стереотипов. Ну, просто когда Киргизия, желтые ленточки, Украина, желтые ленточки, ну как же тут уже не говорить... Не было желтых, когда была оранжевая. Оранжевая революция называлась всегда. Оранжевая была у Ющенко. Оранжевая, да, оранжевая это была еще в 2004-м. А потом они решили поменять цвет, но от этого суть не изменилась. Теперь, что касается американского проекта. Скажите мне, пожалуйста, вот любой из наших лидеров приедет, он, значит, примет участие в фотосессии рядом с лидерами европейских государств. И руководителями Европейского Союза. Просто так. Вот пришел, отснялся, значит, и потом уехал. Естественно, что... Фотосессия, это примерно когда я с вами стою и нас сфотографируют. Вот так. Когда моя санда... Моя санда... Нет, секундочку. Запланировано в студии, это называется фотосессия. Нет, но если мы с вами в коридоре так же сфотографируемся... Я в кастингах фотомоделей не участвую, поэтому мне неизвестно, как там они проводят. Мы устроены после эфира все фотосессии, да, я вам обещаю. Я имею в виду. И люди прекрасно поняли, что я имею в виду. Это явно... Я думаю, что это люди не поняли. Это эти фото явно появились только потому, что дядя Сэм сказал, так, девочки и мальчики, ну-ка выстроились и сфотографировались с этой девочкой, потому что она наш проект. И в Молдову надо спасать от России. И так она, кстати, там и заявила. Поэтому ничего удивительного. Не было таких заявлений. Было, она это на брифинге там сказала. Ну зачем же так? Не было этого заявления и не было сказано. Майя Санду сказала вчера непосредственно, и позавчера говорит о том, что у нас многонациональная страна, что мы со всеми должны иметь хорошее отношение на равноправных условиях. Да, где-то я слышал какого-то мультики, по-моему, Котля Кольца сказал, ребята, давайте жить дружно. Вот она тоже, видимо, советует... Я могу сказать, что за два месяца я тоже не слышал ни одного слова, чтобы Дадон говорил о взаимоотношениях с Россией. Вы уверены в этом? Ну, вы только что сказали... Вы уверены в этом? Я смотрел дебаты, например, господин Лупу. Он сказал, я иду с тремя вещами. Первое, защитить людей. Второе, освободить власть от нынешнего режима. И третье, православие. Где здесь взаимоотношения с Россией? А вы знаете, что построить сильное государство невозможно без того, чтобы восстановить экономику. Я только слышал, что надо сделать как Россия. А восстановить экономику можно только таким образом. Нет, ну, если уж пошла война заявлений, то меня, например, больше всего... Но я по христианству хочу все-таки еще отметить. Я предоставлю возможность, но сейчас будет просто очень в тему по поводу войны заявлений. Вот Ньюсмейкер пишет, которого сложно заподозрить в симпатиях социалистам. Уазу Нантой, по их словам, вовсе пригрозил, что в случае победы Дадона Молдове грозит война, подобная той, что была развязана на Украине. Но это Ньюсмейкер. Нет, это вообще... Это не Ньюсмейкер. Это ссылка на Уазу Нантой. Да, Уазу Нантой вчера заявил это на пресс-конференции. Да, это хорошее заявление. Ссылаясь, секундочку, ссылаясь на журналистов из Украины, которым он давал интервью, и это их мнение. Вот и все. Поэтому вырывается из контекста. Опять люди у нас не понимают, о чем разговор. Нет, вот эта информация без контекста вот в таком была дана. Первый источник. Пускай посмотрят пресс-конференцию Майя. Хорошо. Я сейчас хочу, чтобы, раз мы начали разговор, я больше всего боялась, все равно придем к геополитике. Вот будем говорить о борьбе с олигархами, все равно будет геополитика. Поэтому давайте посмотрим о геополитике. Я не хотел сводить это, я вообще не говорил об этом. Нет. О том, что был саммит Европейской партии. Кто сказал о том, что якобы Дадон ничего не говорит об отношениях с Россией? Секундочку. На этом построена экономическая вся программа. Нет, это реплика была на то, что вы сказали, что есть какая-то фотосессия и так далее. Объясняю. Это был саммит Европейской народной партии, где собирались все лидеры всех этих партий со всех сторон. Кирилл Петрович, назовите это как хотите. Вот меня, например. Приехали из Украины. Кирилл Петрович, знаешь, что у меня? Секунду, можно я скажу. Он является ассоциированным. Кирилл Петрович, секунду вашего внимания. Ну да, он до этого смерти фотографировался. Назовите это в фотосессии или как угодно. Но это, вы согласны, что это было нарушение закона? Предвыборной кампании. Когда была запрещена появление, это признано ЦИКом. Да это неправда. И ЦИК неправится. И ЦИК неправится. Она не публиковала то, что было официально, какой-то поехал туда. И то, что на сайте зарубежно появились эти фотографии. ЦИК зря вынес ей предупреждение? Я не знаю, ЦИК. А, вы не знаете? Тогда так. Я считаю, что за уши притянуто это все. Что ж теперь сидеть, никуда не выезжать. Есть официальные предложения. В официальных сетях появилась информация, заявление от лидера, я не помню, как они правильно называются, что-то связанное с сексуальными меньшинствами. То есть это общество сексуальных меньшинств Республики Молдова. На наших сетях, не на зарубежных. Здесь о том, что они поддерживают Майю Санду. От нее было хоть какое-то опровержение, значит, или от той ассоциации? Не было. Поэтому мы и говорим, что мы за чистоту европейских христианских ценностей. Опять передергивайте. Да ну какое передергивание? Еще раз передергивайте. Невозможно сегодня проанализировать абсолютно сегодня во всем Фейсбуке, сколько там человек написывает, что и кто кого поддерживает. Невозможно. Вы об этом не слышали? Увидели, зацепили за это. Это физическое лицо лично написало об этом. Вы где-то видели? Это руководитель. Не-не-не, секундочку. Вы видели решение. Руководитель общества, которое вы сказали. Вы видели решение это общество. Официальное общество собралось где-то на какой-то съезд. Приняло это решение официальное оповещение. Еще не хватало, чтобы у нас они проводили здесь съезд. Но я еще раз говорю, этого не было. Я все вас пытаюсь вернуть по поводу сотрудничества или не сотрудничества с властью. И один из ключевых моментов здесь – это вопрос финансов, вопрос финансирования. Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем заявление господина Дадона о том, что он не видит смысла в том, чтобы мы с МВФ сотрудничали. Мы не нуждаемся. Он говорит, есть свои источники. А вот позиция Майя Сандул стала гораздо интереснее. Вот смотрите, раньше она говорила, что по поводу МВФ. Она написала им письмо и сказала, этой власти деньги давать нельзя, они их все равно украдут. А теперь она, это заявление сегодня на пресс-конференции, она не стала его повторять. То есть нам стало понятно, она надеется все-таки с этой властью. Стала повторять, объяснила следующее. Кирилл Петрович, позвольте я до конца сформулирую вопрос. 7 ноября будет заседание МВФ по поводу предоставления либо нет денег. Майе Сандул надо было сегодня сказать. Вы знаете, я по-прежнему выступаю против финансирования Республики Молдова. Этого заявления бы не было сделано. Еще раз говорю, я прошу вас посмотреть эту пресс-конференцию еще раз. Это был ответ на вопрос журналиста, который ей задал этот вопрос. Что, она должна молчать? Извините, 7 числа будет заседание МВФ, я не буду комментировать? Она должна была повторить то, что говорила раньше, если это принципиально. Еще раз говорю, повторила... То есть мы увидим ее письмо до 7 ноября? Еще раз говорю, она повторила то, что она говорила тогда. Хорошо, она повторила. Она сказала о том, что она попросила тогда МВФ, чтобы деньги выдавались после осуществления реформ. Особенно реформ в банковской системе. Потому что иначе мы рискуем повторить... То есть не сейчас. То есть не сейчас. У нас нет реформ в банковской системе, Кирилл Петрович. То есть получается, что она по-прежнему выступает за это? Да почему она об этом не говорит? Слушай, это нормально. Почему? Ну как почему? Она говорит, что на каждой пресс-конференции об этом говорит. Я поняла. Это очевидно понятное. Сейчас мы говорим об аэропорте. За аэропорт она не голосовала за консессию. Голосовала. Не голосовала. Не голосовала. Она голосовала за решение о том, что... Принципиально о том, что выдавать или не давать как форма, да, значит, аэропорт. А что как форма, если это в законе предусмотрено? В правительстве не рассматривается форма. Это обсуждалось. Рассматриваются конкретные условия договора и сам договор. А по поводу миллиарда, я хочу сказать, единственный член правительства, который назвал то, что было, назвал свинством. И сопротивлялся, и потребовал от людей, чтобы объяснили, что там происходит. Единственный член правительства. И при этом подняла руку. Послушайте, есть когда выходит... Расстреляли бы, если бы не подняла руку. Вот я понимаю. Вот она сказала, я не буду за это голосовать. Вы тоже поднимали руки. Вы тоже, когда были в коммунистической партии, проголосовали... Значит, я, когда увидел, что творится, я просто ушел. О чем вы говорите? Кирилл, я просто ушел. К вашему сведению. Понимаете? Я просто ушел. Не поднимал руки, а ушел. Я она ушла. Вот и все. А она, в отличие от принципиальной позиции, поднимает руки, а потом сейчас пытается объяснить. Да я не знал, за что я голосовал. Я был антиферентным. Она знала, потому что там были депоненты. Эти депоненты должны были получить деньги. Или оказались бы они тогда людьми, которые бы просто не могли бы, остались бы без денег и без ничего. Депоненты. Кстати, мы постоянно направляли письмо, требовали. Я на заседании комиссии несколько раз требовал от господина Драгуцана, чтобы нам объявили, кто являлся финальным бенефициаром тех денег, 13 миллионов, миллиардов, которые были выпусены. Кто получил? До сих пор никто не знает. Никто не знает, кто финальный бенефициар. Вот да, вот в это сложно поверить. Конечно сложно поверить. Я хочу поговорить по поводу... Нет, я имею в виду из нас. Из нас никто не знает. По поводу второго тура. Вот сейчас наверняка будет происходить некая перегруппировка сил. То есть да, мы будем смотреть, кто кого поддерживает, как, на каких условиях. Хочу послушать вас, но вопросы, если позволите, задам более конкретные. Вот смотрите, Майя Санду, Лянка, на другой день сказал, что да. Михаил Гимпу сказал не голосовать за Дадона. Анна Гуцу призвала не голосовать за Дадона. Кандидаты унионисты очень четко начали, мы видим, поддерживать во втором туре Майя Санду. Меня смущает, что вот понимаете как, она говорит, я не унионист. Но когда призвал голосовать господин Плохотнюк, она сказала, что это отравленное яблоко, она отказалась от этой поддержки. А вот когда поддерживают унионисты, она почему не отказывается? Ну, я не знаю, вы меня спрашиваете в качестве кого? В качестве думающего человека. Нет, секундочку. Я не являюсь человеком, который, например, в избирательной... В качестве человека, партия которого поддерживают кандидатуру Майя Санду. Я понимаю, вы меня спрашиваете о том, что, как она отвечает на вопросы вчера или позавчера и так далее. Но я еще раз говорю, я не являюсь официальным человеком, который в ЦИКе, например, зарегистрировано как ее представитель. Поэтому сегодня я не хотел бы... Еще раз говорю, у нас нет дебатов избирателей. Нет, у нас с вами такая вот вольная дискуссия. Правильно. ПРС-конференция и дает, возможно, всем журналистам задать ей вопросы. Есть этот вопрос, задайте это вопрос. Иван Петрович, вопрос вам к человеку, партия которого поддерживает госпожу Санду. И вам же не все равно, в какой компании вы окажетесь. Есть люди в компании, с которыми вы, например, как член ЛДПМ, оказываться не хотите. Вы хотите оказаться в компании господина Гимпу, госпожи Гудсу? Еще раз говорю, я не понимаю, какой компанией вы говорите. Мы, господин Гимпу, были уже в компании. Мы знаем, в отличие от всех остальных, мы знаем, что такое быть в компании господина Гимпу. Поэтому нам не надо это рассказывать. Я просто хочу, чтобы вы немножко четче мне сформулировали вопрос, что здесь в компании. Я там на свадьбу пойти в компанию или еще что? Нет, ну вообще на свадьбу это вы пойдете в компании, а у нас сейчас компания. В этом тонкий нюанс. Избирательные компании вы имеете в виду? Да, конечно. Я, поверьте, я о других в этой студии вас никогда не спрошу. Поэтому компания и компания, просто здесь в данном случае надо, поэтому я вас попросила, чтобы немножко поправить. Да, я конкретизировала. К вам тоже вопрос по поводу поддержки. Почему вот все-таки, смотрите, правые, они поддерживают Майя Санту, они на второй день, они говорят, да, значит, о ее достоинствах, говорят о недостатках, значит, и контркандидата. А почему вот так у левых получается? Почему сегодня господин Воронин вышел и опять сказал, я бойкотирую, и тот плохой кандидат, и этот плохой? Почему с господином Мусатом только будет встреча, по его словам, только в пятницу? Да, то есть это же время какое-то идет, то есть если господин Дадон с ним встретится, вот как-то. Есть какие-то условия, которых мы не знаем? Вы плохо работаете, господин Цуркан? Значит, что касается господина Воронина, я думаю, что здесь уже комментарии просто излишние. К сожалению, возраст уже настолько берет свое, что тут уже все люди убедились, я имею в виду сторонники партии коммунистов, и поэтому они активно сейчас работают вместе с нашими сторонниками в районах. И именно поэтому у нас такой результат, кстати говоря, именно благодаря поддержке сторонников партии коммунистов, работе совместно вместе с представителями партии социалистов. Там легитимность, легитимность, тоже можно было задать ему вопросы, если они нелегитимны эти выборы, зачем вы тогда своих представителей выдвинули в избирательные органы и так далее. Ну, бог с ним, как говорится, тут уже не знаю кто там, наверное, бог только судя ему. А вот что касается остальных сил, ну, все не участвовавшие в избирательной кампании высказались и выступили в поддержку. Остался только тот, кто участвовал, это партия Рената Усатова. Я думаю, что, ну, все-таки молодость и амбиции сыграли свою роль, то есть они хотели убедиться до конца, насчет, что представляет из себя их потенциал и сила, увидели, убедились. Но я думаю, что все-таки в конечном-то итоге тот уровень политической зрелости, который у них есть, присутствует, значит, позволит им сделать правильный вывод. И все-таки уверен, что выступят в поддержку кандидатуры Дадона, потому что, ну, другого просто пути нет. Или они являются сторонниками тех идей, о которых не говорят, либо тогда пусть объяснят народу, а что ж тогда они вообще имели в виду до того и во время избирательной кампании. Поэтому ни о какой там рано или поздно речи нет. У нас вообще сейчас модно стало за несколько дней до выборов сниматься. Даже пошел такой анекдот международный, что увидев, что снялись те-то, 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 значит, кто-то из кандидатов президента США тоже решил сняться. Вот. Ну, это так, в порядке уже шутки. Но, тем не менее, я уверен, что в конечном итоге, к концу этой недели, все эти моменты будут абсолютно контуризированы, высказаны. Ну, правый фланг давным-давно там все ясно, известно. Даже хоть и, значит, яблоко там отравленное, но, тем не менее, подконтрольное теми самыми силами, которые находятся за спиной Майи. Поэтому там все ясно, все абсолютно ясно. Именно благодаря тому, что Лупу снялся, Майя набрала, значит, такой, значит, даже для себя не снившийся уровень. Ну, это и есть тот самый предел. Есть официальная аналитика, которую провели и просмотрели всех примарей от ПД, от демократической партии, где там и как проголосовали. В основном проголосовали за партию социалистов. Ну, это абсолютная ложь, кстати говоря, о христианстве. Я читаю аналитику. Мы тоже проанализировали. Абсолютно это неверно. Нет, есть некоторые районы, где там паритет. Где паритет. А вот там, где представители партии Усатова, там мы действительно выиграли. У меня последний вопрос. У нас остается минут шесть, по-моему, до окончания. Мне говорят об этом. И я не могу не задать вам все-таки один из самых важных на сегодня вопросов. Вот смотрите, есть такая версия, что... Я не верю, что я не сказал. Есть такая версия, Кирилл Петрович, что ни одна из сторон в конечном итоге, после второго тура, не признает свое поражение. То есть об этом уже известно заранее. То есть будут говорить о различных вещах. И будут говорить в том числе о фальсификациях. Что в этой связи, для того, чтобы сделать эти выборы, не знаю, законными, что ли, вы намереваетесь делать эти две недели? Каждому по две минуты. Можно? Уложитесь. Пожалуйста. Мне начинать, да? Ну да. Окей. Значит, дело в том, что после того, когда снялась с выборов та партия, которая имела в руках абсолютно все необходимые для фальсификации рычаги, Демпартия, фальсифицировать. А фальсификации происходят на уровне избирательных участков. Это уже абсолютно всем людям понятно. Там делаются фальсификации. Там могут быть взбросы. Там могут быть, значит, люди, которые не имеют отношения к этому участку, проголосовать. И так далее, и так далее. Дальше все уже наверх поднимается просто чистая математика. Складываются итоги, которые формируются на избирательном участке. Так вот, после того, когда это все произошло, и при наличии на всех абсолютно избирательных участков наших наблюдателей и представителей, мы считаем, что массовых фальсификаций, и надеемся на это, что просто не произойдет. Тем более, что тот разрыв, который сегодня имеется между нашим кандидатом и Майей Санды, это порядка 140 тысяч голосов. Ну, это надо быть, я не знаю, уже просто магом или гипнотизером для того, чтобы этот разрыв рекомендовать за счет фальсификации. Кирилл Петрович. Ну, я хочу вам сказать, что не первичные такие примеры, где разрыв между первым и вторым местом во втором туре есть больше даже, чем 10%. И люди, которые занимали меньше процентов, выигрывали эти выборы. Я не могу удержаться, чтобы не напомнить, что это как раз был Петр Кириллович Лучинский. Это один из примеров. Да, то есть он вам близок, я верю. Один из примеров. Поэтому, так сказать, не надо забывать об этом. И сегодня заранее уже обвинять в том, что если будет, к сожалению, для вас ситуация не в пользу господина Дадона, в том, что это уже непременно только через фальсификации могут быть. Я вам хочу сказать, что люди просто устали жить. А вы заметили, я этого не говорил. Ну, так. А вы не боитесь фальсификации? Наверное. Я сказал по-другому. Конечно, я думаю, что каждый человек, каждый гражданин боится, что будет фальсификация того голоса, который он сегодня положил в урну. Поэтому, безусловно, это боязнь есть. Просто я даже боюсь как гражданин в данном случае. Потому что любая фальсификация – это, собственно говоря, кража. Поэтому не хочется, чтобы мой голос как бы украли. И в этом смысле, конечно, лучше всего, во-первых, прийти и проголосовать. И это было бы, наверное, правильно, чтобы мы вместе бы именно обратились к гражданам, к нашим. И еще раз напомнили о том, что очень важные президентские выборы. Это очень важно, чтобы поучаствовать в них. И поэтому фальсификация боится каждый человек. Мы знаем прекрасно, что фальсификацию могут осуществить только те, кто сегодня управляет. Или сегодня имеет влияние на те институты власти, которые сегодня непосредственно занимаются подсчетом, которые сегодня занимаются, так сказать, печатанием бюллетеней, печатанием, значит, этих бюллетеней и так далее и тому подобное. В этом смысле, я думаю, что был бы очень серьезный разговор поговорить. Ведь как за рубежом наши люди, например, сегодня не могут голосовать, я говорю, это тоже входит в определенном смысле ограничение возможностей их конституционных прав голосования, а там. Поэтому здесь студентов, в данном случае, то же самое, та же самая ситуация. Поэтому вопрос фальсификации непосредственно как подсчитывают, безусловно, есть такая боязнь. Но кроме этого, те аспекты, о которым я говорил, и студентов, и за рубежом, которые находятся граждане, это тоже, я думаю, что можно было бы с какой-то степенью сказать фальсификации. Благодарю вас. Мне показалась наша беседа достаточно содержательной. Да, все-таки на многие вопросы вы успели на мои ответить. Ну и ответили на вопросы друг друга, что тоже немаловажно. Поэтому, конечно же, могу сказать только одно, осталось недолго ждать. Мы посмотрим, кто из кандидатов окажется более убедительным для электората и за кого проголосуют граждане Республики Молдова. Спасибо вам большое. Вы смотрели «Дело принципа». Всего вам самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова